Так, ребята, доброе утро! Сегодня у нас суббота, погода прекрасная, ветер стих. Думаю, наверное, что и шторм более-менее успокоился. Сейчас окошечко прикрою, а то больно шумно за бортом. И сегодня мы с вами едем окучивать так сказать, окрестности Бахчисарая. Есть там вроде хорошее местечко, красивое, нам сказали. И посоветовали туда поехать. Ну и мы решили, что надо съездить на что-то действительно такое красивое и посмотреть, что это за такое местечко. Ну, оставайтесь с нами, увидите. Уверен, что вам понравится. Да, друзья, всем привет! Вы на канале Алексит. Меня зовут Алексит. Не спрашивайте, почему, потому что я устал на это отвечать. В общем, друзья, едем мы действительно в Бахчисарайский регион. Добираемся сейчас до Бахчисарая. Это 28 километров от Симферополя. По дороге вот с этой камеры я вам включу кусочки дороги. Посмотрите, что-то может интересное будет, может не будет. В общем, если будет, я повставляю кусочки. Добираемся до Бахчисарая, проезжаем Бахчисарай насквозь, не по объездной, а через сам Бахчисарай. Почти центр мы цепляем. Да, почти центр Бахчисарая. Поворачиваем налево и уходим на село Баштановка, друзья. Там есть Баштановское озеро. Считается горным оно, это озеро. И вроде как к нему по карте, по навигатору, по Яндекс-навигатору, по которому мы ездим, вроде бы как по нему можно добраться, прям подъехать, ну, практически к озеру. Мы собирались туда же на той неделе, но были дожди, а там вроде как заканчивается асфальт и идет сыпучка, ну, проселочная дорога, поэтому непонятно, что там, как. Мы там ни разу не были. Мимо мы там проезжали много раз, а именно туда никогда не сворачивали, поэтому сейчас едем туда. Оставайтесь с нами, смотрите, я думаю, будет интересно и еще и красиво. Погнали! Что? У нас тут западных технологий нет. Ларгуй. Да нет, он прикольный, реально. Наверное, вот он, наверное, самый прикольный, наверное, даже всех своих денег стоит. Ну, во-первых, потому что от Ларгуса, вернее, от отечественного там вообще ни хрена. Ну, а вот тут, друзья, продолжается строительство трассы Таврида до Севастополя, который идет. Видите, здесь открыли новый кусок, большой довольно. Сейчас мы по нему вот проезжаем как раз, а рядом с левой стороны строится вторая ее часть, потому как она будет туда-обратно, два ряда туда, два ряда обратно. Вот полоса разгона справа закончилась, и получается вот это будет в одну сторону, а рядом слева будет в другую сторону. Вот такая вся она будет идти до Севастополя. Ну, а мы едем дальше. А здесь, ребята, мы едем по старой дороге, это не Таврида. Здесь она не строится, строится она слева сбоку, там идет через холмы, пригорки и всякие, полностью новая. То есть здесь, вот это идет старая дорога, здесь никакого строительства не идет, но я думаю, по покрытию вы поняли, что довольно, ну, такое покрытие подуставшее. Но это, еще раз говорю, это старая дорога, это не Таврида. Таврида идет, вот видим, как мы сейчас едем, ровно с левой стороны, через холмы и горы, и пригорки. Ну, а мы все так же подъезжаем, осталось нам 10 километров до Бахчисарая. Едем! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Ну вот, друзья, я опять выскакиваю мы на Тавриду, половина которой уже готова, как вы видите. Развязок еще куча строится, но вот идет одна полоса, и опять же с левой стороны вторая, которая строится, как я уже говорил, до Севастополя. Работы идут практически на всем протяжении. вот трассы строят сразу одновременно много участков, не с одного конца до другого, а сразу кучу много участков делают, 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 потом их соединят, и опаньки, появится вторая полоса ехать из Севастополя в Симферополь. Ну да, сейчас у нас получается до конца 20-го года вводится в эксплуатацию трасса, получается, Керчь-Симферополь, а до конца 21-го года должна быть готова Симферополь-Севастополь. Вот так вот, друзья. Что знали, рассказали, поэтому едем дальше. А вот мы едем по участку, где готовы уже два, две полосы, но еще одного слоя асфальта не хватает, посредине видите, такой как поребрик идет. Ну, в общем, еще один слой асфальта будет здесь докатывать, хотя дорога, ну, я думаю, на видео видно, что она просто идеальна. И здесь уже готова, вот так она будет выглядеть вся, когда будет готова. Вот такой ширины, две полосы туда, две полосы обратно, и разделительная, на разделительной еще должны стоять железные отбойники. Все вроде рассказал про Тавриду, больше про Тавриду рассказывать не буду, только когда мы с нее съедем, наверное, еще что-то вам расскажем интересное. Вот такой ширины, вот такой высшины. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Автовокзал проехал. Ну что, друзья, вот мы доехали до автовокзала Бахчисарая, едем дальше через Бахчисарай, и на повороте, где будем сворачивать с трассы, ну, с основной, с этой, мы обязательно включимся, и выйдем, поговорим, покажем, походим, посмотрим, вам все покажем, так что, ну, уже вот-вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если кто-то поедет, ну, по нашему маршруту, там есть раньше поворот, но надо ехать через город и крутиться по улочкам, поэтому, ну, как бы, не очень удобно. Проще доехать до конца города и свернуть на эту улицу мира, вы увидите, здесь тестовская заправка. То есть, вот идет трасса, вот она, и вот стоит вывеска, вы когда сворачиваете, сразу стенд с ценами. По ценам. 95-й бензин, 48,90, 92-й, 44,90, дизельное топливо, 49,90, ГАЗ-23,40, 95-й, вот этот, как он, экстра, или как он там называется, 50-40. Вот она и сама заправка. Так что, если вам надо будет, вот такие ориентиры увидите. Ну, а мы сейчас немножко отдышимся, наверное, зайдем, а, магазина там нет. Мы опять водичку забыли с собой взять. А вот там водохранилище? Да, вот там дальше водохранилище. Водичку забыли, в общем, найдем сейчас где-то магазин, по дороге, я думаю, нам что-нибудь попадется, копим еще водички. Ну, а пока Лешик вам что-то расскажет еще, может быть. Ну, что Лешик вам, Лешик вам мало что расскажет. Погода классная, я же уже говорил об этом. Очень жалко людей, тех, которые живут на севере, где уже похолодало и выпал снег. Ну, вы, ребята, крепитесь, скоро весна. Ну, сначала Новый год мы, конечно, отметим, а потом уже все, весна, лето и опять вы все приедете на море отдыхать. Но мы еще на море съездим. У меня вообще мысль съездить на море, может быть, даже сегодня, не знаю. Посмотрим. Ну, а пока да, сейчас немножко разомнем пятую точку, туда-сюда, прикинем по карте, где можно купить водички, ну, и поедем в горы. От этого места, где мы вот сейчас остановились, до того места, до этого озера Баштаново, которое нам надо, 9 километров. Ну, грубо говоря, от Бахчисарая 10 километров здесь вот надо проехать. Все, смотрите дальше, я думаю, будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 просто обалденно по поводу того что что здесь ловится алексей смотрите шпионы ну и вообще красотища конечно супер ассак нем и симферополя просто а вы сак но приезжайте именно сюда вы не первый раз да я так понимаю уже поляны знаете вот такой вот семейный отдых можно устроить вы нас видели в ютубе но помашите ручка еще себя посмотри о я пошутил